Помощь спасателей потребовалась при тушении пожара в Иркутске. В четырехэтажном доме горела одна из квартир. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты. В результате инцидента погиб хозяин квартиры. Для Иркутской региона в целом это далеко не первый инцидент. Куда жаловаться на соседей, которые могут нанести вред и себе, и окружающим. Расскажем в следующем материале. Пожарный рукав растянулся до третьего этажа. Мокрые следы по всему подъезду и дым в воздухе. В этом доме произошел пожар. ЧП возникло из-за того, что один из жильцов уснул с тлеющей сигаретой. Мужчина задохнулся от угарного газа, а диван, на котором он лежал, загорелся. Соседи спустя время почувствовали запах гари. Пошла, думаю, что там творится-то вниз, а там уже задымление идет на весь подъезд. Пошла, подняла всех соседей. Ну вообще это происходит уже, по-моему, второй раз. Первый раз это было лет пять назад, наверное. В той же квартире к утру произошел еще один пожар. Все дело в том, что диван продолжил тлеть дальше. Тогда пожарные приняли решение выбросить его. По словам жильцов, о погибшем хозяине квартиры известно, что он часто выпивал и был инвалидом. Вообще соседи считают, что этот инцидент можно было бы предотвратить, если бы вовремя они обратились в соответствующие органы. Вот только никто не знает, в какие органы нужно было обратиться. Одним из выходов в подобной ситуации могло бы стать обращение в соцзащиту. Однако в ведомстве берут под контроль только неблагополучные семьи с детьми. В случаях же, если по соседству живет человек, который может нести вред и себе, и окружающим, нужно обратиться в полицию. В случае, если таковые подозрения подтвердятся, то компетентные органы дадут правовую оценку действия нарушителя для того, чтобы привлечь его к ответственности и поставить на какой-либо профилактический учет. Если причиной пожара возник не несчастный случай, связанный, допустим, с какими-то неисправностью электроприборов, а именно имел место человеческий фактор, тогда человек становится, так скажем, предметом особого наблюдения как для полиции, так и для администрации, и он становится на различные виды профилактического учета. С начала года в Иркутской области произошло 410 пожаров в жилье, 24 из них по причине неосторожности при курении. И хотя количество пожаров в жилье увеличилось в этом году, пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше на 14 случаев. Возможно, случаев бытовых пожаров из-за непотушенных сигарет стало меньше по той причине, что специалисты проводят профилактические беседы с людьми. Также постоянные проверки проходят по спискам жильцов, которые ведут асоциальный образ жизни. В домах таких жителей региона иногда устанавливают пожарные извещатели. По вопросам обеспечения их автоматическими пожарными извещателями, если данная жилплощадь находится в муниципальной собственности, то требуется только согласие проживающего. Если же собственность частная или не является муниципальной, тогда изыскиваются средства, такие как спонсоры, такие как благотворительные организации. Однако нередко жильцы потом снимают извещатели, ведь они реагируют на дым от курения. Нередки случаи, когда технику пытаются перепродать. Поэтому соседям таких людей остается лишь учиться договариваться. Ради общей безопасности Ольга Хармутова, Виктор Черкашин. Новости по будням.